верлибер это круто или современные поэты просто не хотят блюсти форму нобелевскую премию по литературе получила луиза глюк приветствую зрителей канала книжный чел это передача форсайта получается я александр форсайт здесь мы говорим о культуре об искусстве я передаю передачи передаю понимаете передачи форсайта передаю вам свой персональный взгляд на какую-то тему а потом мы с остервенением грыземся в комментариях под видео правила игры понятны поехали нобелевская премия это страшная штука особенно когда речь заходит о премии по литературе только премии мира пожалуй может потягаться с ней по уровню политизированности в других областях казусы тоже происходят но тут мне кажется никакого коварства нет ну получил физик до мозга костей эрнест резерфорд нобелевскую премию по химии и собственно кого это будет волновать кроме химиков а вот с нобелевской премии по литературе все действительно бывает очень сомнительно проблема таких высоких премий в том что мы привыкли на них ориентироваться как бы если получил писатель такую премию то он уже небожитель но давайте немножко позабавимся назовите 100 писателей творивших за последний век с хвостиком достойных нобелевки не думаю что вы сходу справитесь тем более без бумажки однако 100 и даже больше по моему 117 нобелевы вручены и среди лауреатов нет бердяева он номинировался 7 раз нет герберта уэллса 4 раза нет толкина нет клайва степп за льюиса драйзера брэдбери ромена гарри но есть светлана алексеевич нет ничего не имею против светлана алексеевич не подумайте светлана алексеевич это неплохо но на мой взгляд это и не владимир богомолов например а у него вот нобелевкой даже не пахло шведские академики умудрились даже прокатить с премии льва толстого хотя всем было понятно что матерому человечище она полагается как никому карелу чапику моему любимому я по нему еще спектакль ставил не дали нобелевку потому что его творчество блять ёбаный в рот папа папа подружелюбни на капельку не дали нобелевку потому что его творчество видите ли сочли оскорбительным для руководства нацистской германии в общем полагаю вы поняли нобелевская премия по литературе это такой оскар то есть нередко бывает что дают блестящему писателю но гарантий никаких я это все к чему получается что каждый раз нужно очень не слабо покопаться чтобы понять кому в этом году и за что далее потому что в числе наиболее вероятных претендентов в этом году например называли людмилу улицкую и не скрывали что мол за ее оппозиционные взгляды но причем тут литература светлое будущее который строится таким способом не нужно я не хочу защищать путь далее луизе глюк луиза глюк для большинства это тот самый поэт о котором вы слышали но никогда не читали я здесь вхожу в большинство после присуждения почетной награды я честно пошел ознакомиться но здесь я столкнулся с непреодолимой трудностью я нормально говорю по-английски но не уверен что этого достаточно для того чтобы в полной мере оценить изящество стиха в переводе на русский вышла пара книжек луизы глюк но там стихотворение как-то совсем не впечатлили и не ясно вина ли в том переводчика автора или моя ведь я вовсе не какой-то там эксперт в области поэзии вполне мог чего-то не понять не разглядеть с другой стороны мощь киплингов ского слога у него слава богу есть нобелевка в переводах совершенно не теряется федерико гарсия лорка вот у него нету в переводах все так же меня обжигает а здесь у меня и выбора нет по-испански я знаю ровно одну фразу у нас рвеса склава масрапида получается как минимум пара поэтов в которых я уверен на русском очень даже звучат а вот луиза глюк не звучит почему-то ну ладно оставим это специалистам как и рассуждение о том что глюк дескать далее чтобы не примыкать ни к каким движениям там феминисты не трогать в общем остаться вне политики допустим все хорошо давайте напоследок лучше поговорим о том как луиза глюк пишет это свободный стих то бишь верлибр я не хочу совершать детских ошибок поэтому не полезу в специфику верлибра скажу просто как это выглядит рифмы нет размера вроде как нет стихи это стихи вот собственно таков верлибр вот собственно да стихи таков верлибр луиза глюк что что я могу сказать и вот тут мы подходим к вопросу который задают многие а именно это вообще поэзия бывает по-разному хан за май например говорит что поэзия в 2020 году уже вообще не должна иметь рифму а должна быть наполнена чем-то иным поэзия не должна иметь рифму и она должна иметь какие-то новые другие проявления приспособления через другие какие-то формы но вот чем-то иным это как-то очень расплывчато и поэтому юный поэт перед монитором сидящий слышит только что рифмы быть не должно потом он открывает луизу глюк там тоже рифмы нет а нобелевка есть и молодой человек или девушка например начинает подражать скорее всего не найдя этого иного что для нынешней поэзии важнее рифма то есть от рифма он уже избавился а ничего нового дополнительного свежего туда не вложил нет может быть иначе вложит он туда что-то найдет это может найти но для истинного стихотворного таланта способного уместить вечность в строчку не нужно правило об отсутствии рифма в 2020 году напишет как захочет а жесткость формы зачастую обогащает содержание я вот грешным делом все же больше люблю стихи с рифмой вот ничего с собой поделать не могу хотя конечно этим не ограничиваюсь какая-нибудь песня о буревестнике это по-прежнему невероятное наслаждение максим горький по кайф аргумент в пользу обязательности верлибра для современных поэтов которые можно нередко услышать это здесь автор полностью свободен от подражания всяким там классическим поэтому ну хорошо а верлибр написанный под чьим-то влиянием это очевидно подражание поэтому не классическим и чем это лучше еще вдруг эта боязнь подражания и почему это обязательно будет вообще необъяснимо слишком много вопросов так мало ответов малевич например супрематист попрошу записать заставлял своих учеников писать в разных стилях подражая и живописцам позднего возрождения импрессионистам и это все для того чтобы они казалось бы научились абстрактному искусству так получается если провести параллель то в 2020 году вовсе неплохо молодому поэту уметь подражать маяковскому до вознесенскому шире будет инструментарий потом верлибра писать так что по поводу верлибра никаких догм нет нельзя заклеймить это предательством поэзии и ровно также нельзя сказать что вот только таков и есть путь развития стихосложения в конце концов блестяще выразился об этом томас эллиот своем эссе музыка поэзии он написал так автор верлибра свободен во всем если не считать необходимости создавать хорошие стихи все вот вам и единственный критерий тут конечно можно возразить особенно если очень хочется а кто же определяет хорошие стихи так вы и определяете гегель очень доступно описал переход количества в качество читайте побольше поэтов и уже вскоре ваш вкус позволит определить шедевры не хуже шведских академиков абсолютно независимо от наличия рифмы размеры и чего бы то ни было еще нормально или еще раз это переписать точно ты сюда уверенней скажи ты мужчина ты армянин скажи чуть повыше чуть повыше чуть-чуть еще капельку все хорошо а если вы сами поэт то вообще ничего не слушайте не советов хана за мая не моих рассуждений это все вам не нужно просто все равно я не смогу сказать лучше я на сатуновского главное иметь нахальство знать что это стихи и надеюсь хорошие а за сим прощаюсь с вами был александр фарсайт и моя передача если вам было интересно поставьте лайк напишите свое мнение в комментарии подпишитесь на канал и прожмите колокольчик а если хотите глубже погрузиться в тему то в описании несколько ссылок удачи а а